МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время Первой мировой войны русские пехотинцы называли эту пушку спасительницей, а германские солдаты косой смерти. Продолжение рассказа о судьбе знаменитой трехдюймовки в фильме «Оружие». В годы гражданской войны трехдюймовка стала настоящей царицей полей. Маневренный характер боевых действий, развернувшихся на просторах бывшей Российской империи, требовал наличия легкого и в то же время достаточно мощного орудия. Тяжелая артиллерия использовалась только на бронепоездах. Осколочно-фугасные снаряды и шрапнель стали основными боеприпасами для борьбы с пехотой и конницей. Именно в столкновении лавин конницы решалась судьба многих сражений гражданской войны. Огромную роль при этом играла конная артиллерия, которая входила в состав кавалерийских полков, дивизий и армий. Облегченные специально для кавалеристов трехдюймовки быстро доставлялись на позиции и разворачивались к бою. Особенно лихо на полном карьере управлялись пушками бойцы 1-й конной армии Семена Буденова. В 1-й конной процесс доставки трехдюймовок на ответственные участки сражений был поставлен лучше всех других объединений Красной армии. Все орудия были снабжены передками и специальными снарядными ящиками на 250 выстрелов. Возимая шестеркой лошадей, полевая пушка образца 1902 года могла двигаться в одном темпе с конницей. Используя такую тактику, бывший унтер-офицер Семен Буденый сумел нанести поражение прославленным генералам царской армии Деникину и Врангелю. С июня 1920 года артиллерией 1-й конной армии командовал Григорий Кулик. Будущий маршал Советского Союза и заместитель Наркома обороны. С 1937 по 1941 годы он занимал должность начальника Главного артиллерийского управления Рабоче-крестьянской Красной армии. Концентрация большого количества пушек на определенном участке сражения давала решающее преимущество той или иной стороне. Особенно ярко проявила себя конная артиллерия в ходе польской кампании в 1920 году во время боев за Киев. Собрав на одном из участков фронта все свои полевые орудия, Будённый создал огневой вал, сумел прорваться в тыл 6-й польской армии и поставил ее на грань катастрофы. В ряде случаев пушка использовалась как противотанковое орудие. Белогвардейцы-интервенты использовали небольшое число танков, в основном французских и английских. Пушка образца 1902 года с ее высокой начальной скоростью снаряда была довольно эффективным оружием против их тонкой брони. В ходе Гражданской войны основными видами боеприпасов для трехдюймовки были осколочно-фугасная и шрапнельная гранаты. Прочие виды снарядов в огромном количестве скопившиеся в арсеналах со времен мировой войны использовались редко. До середины 20-х годов трехдюймовка в своем первозданном виде оставалась основной артиллерийской системой Красной Армии. Несмотря на хорошие тактико-технические характеристики, за два десятилетия службы трехдюймовка морально устарела. В середине 20-х годов было принято решение о модернизации этой пушки. Состояние промышленности в то время не позволяло серьезно заниматься перевооружением. После Гражданской войны прекратили существование конструкторские бюро, которые работали над развитием артиллерийских систем. Поэтому работы по модернизации трехдюймовки растянулись на 4 года. В польской армии улучшенный образец пушки был принят на вооружение уже в 1926 году. В Советском Союзе только в 1931. Работа над трехдюймовкой велась по нескольким направлениям. Увеличивали калибр орудия и длину ствола. В результате ухудшалась проходимость и маневренность. И, что более важно, точность стрельбы. После целого ряда экспериментов калибр решили не менять. Избыток боеприпасов 76-мм, которых не удалось расстрелять в гражданскую войну, даже, привел к тому, что руководство наркомата обороны решило не менять гильзу образца 1900 года для всех новых, использовать ее во всех новых орудиях. И запретил создавать новые, с чем-нибудь 6-мм, более мощные гильзы. И увеличить калибр полевых орудий. Так что все новые наши разработки, и Грабины, и Махановы, и всех других наших конструкторов, они имели одну и ту же гильзу образца 1900 года. Дальность стрельбы орудия все же сумели увеличить за счет изменения длины ствола с 30 до 40 калибров. Но главная проблема заключалась в скорости транспортировки орудия. Для будущей высокомеханизированной и маневренной войны передвигавшаяся на конной тяге пушка казалась анахронизмом. Но приемлемого решения долгое время найти не удавалось. Только в 1937 году была разработана рессорная тележка для перемещения трехдюймовой пушки механической тягой. На этой тележке орудие могло передвигаться по шоссе со скоростью до 40 км в час. На этом модернизация была завершена. Конструкция самого орудия и его механизмов радикальных изменений не претерпели. Дивизионная пушка образца 1902-30 годов. Калибр 76,2 мм. Длина ствола 40 калибров. Начальная скорость снаряда 588 метров в секунду. Масса в боевом положении 1350 килограммов. Максимальная дальность стрельбы 13290 метров. Дальность прямого выстрела 820 метров. Скорострельность 10-12 выстрелов в минуту. Масса снаряда 6,3 килограмма. К 1 ноября 1936 года на вооружении Красной Армии находилось свыше 4000 трехдюймовок, многие из которых не прошли никакой модернизации. Мало что изменилось в оснащении советской артиллерии и к началу Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что в войска поступила новая пушка Ф-22, созданная в конструкторском бюро Василия Грабина, доля этого орудия составляла не более одной трети от общего числа полевых пушек, имевшихся на вооружении Красной Армии. Большую часть артиллерии дивизионного звена по-прежнему составляли трехдюймовые пушки образца 1902 года. Эти орудия также приспосабливали для стрельбы по воздушным целям, устанавливали в долговременных оборонительных сооружениях укрепрайонов, на бронепоездах и на борту канонерских лодок речных флотилий. Снаряд трехдюймовки даже с самым коротким стволом 30 калибров мог пробить на расстоянии допустим 200 метров мог пробить 55-миллиметровую броню под углом 60 градусов. То есть любой танк кроме Тигра или Королевского Тигра в любой проекции был пробиван бронебойным снарядом, обычным бронебойным снарядом из пушки образца 1902 года. На начальном этапе Великой Отечественной войны до массового поступления в войска артиллерийских систем нового поколения трехдюймовое орудие было одним из наиболее эффективных средств борьбы с немецкими танками и мотопехотой. На 40-м году своего существования русская полевая пушка образца 1902 года продолжала успешно воевать. Трехдюймовое орудие прошло через всю войну и закончило свой боевой путь в 45-м году в Манчжурии при разгроме японской Квантунской армии, там, где получила первое боевое крещение четыре десятилетия назад. Столь длительному сроку службы трехдюймовой полевой пушки, помимо хороших боевых характеристик самого орудия, способствовало и то, что со времен Первой мировой войны на складах Красной армии находились десятки миллионов снарядов. Их не израсходовали ни в ходе гражданской войны, ни во время советско-финской кампании 1939-1940 годов. 76-миллиметровые пушки образца 1902-30 годов широко использовались вермахтом. Например, среди вооружения, которое при капитуляции в мае 1945 года было сдано союзникам элитной германской парашютно-танковой дивизии Герман Геринг, числилось несколько десятков трофейных советских трехдюймовок. Трехдюймовое орудие получило лесные отзывы и со стороны ведущих артиллерийских конструкторов советского периода. В частности, один из выдающихся разработчиков отечественных артиллерийских систем Василий Грабин говорил, что при создании своих лучших дивизионных орудий F-22 и ЗИС-3 опирался на конструктивные наработки орудия образца 1902 года. Все достоинства трехдюймовки вобрали и многократно приумножили артиллерийские орудия конструктора Василия Грабина. Рассказ о них в следующих фильмах «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова